Это действительно конец эпохи, после 15 лет карьеры, 27 боев и миллионов проданных пей-пер-вью. После многочисленных показов средних пальцев и позы кенгуру, Нэй Диас провел свой последний бой по контракту с UFC. Его случай является особенным, потому что я думаю все знают взаимоотношения Нэйта с руководством промоушена, но он все-таки дождался своего счастливого дня и теперь абсолютно свободен. Что же будет с ним дальше? Возможно поимки с блогерами, старыми оппонентами или совершенно новые возможности. Скорее всего мы больше не увидим Диаса в клетке или же он все-таки вернется в UFC. Давайте же поговорим об этом. После UFC 279 Нэйт в очередной раз перевернул игру. Поскольку его популярность была в несколько раз больше любого другого топ-бойца, то его уход из UFC может создать прецедент, после которого некоторые большие звезды могут также дождаться окончания контракта и свалить из UFC, после чего зарабатывая в других сферах на своем имени, которая помогла им сделать UFC. Естественно первой на очереди это Фрэнсис Мгану, ведь его контракт с UFC стекает в конце этого года. Уход из UFC для Нэйта Диаза в очередной раз показывает какие у него огромные яйца, но перспективы за пределами промоушена не кажутся такими уж волшебными. Давайте же разбираться. Варианты, что он подпишет контракт с другой организацией маловероятны. Билла Тор, ПФЛ, Уан или Райзен должны предложить ему попросту море денег. Помимо финансовой стороны было глупо уходить из организации, где тебе указывают что делать, другую такую же, но менее известную. Единственное исключение это контракт на один бой, но опять же повторюсь, только за море денег. Так что вероятность этого такая же, как то, что мои видео будут собирать много просмотров. Хотя зачем Нэту какой-то промоушен, когда у него есть свой? Он объявил об этом прямо перед своим последним поединком. На примере поединка Конора и Майвезер, Диас может продвигать свои бои без посредников напрямую и зарабатывать не какие-то проценты, а всю сумму. Но если вернемся к теме Макгрегора и Флойда, это было боксерское событие. А в мире ММА все намного сложнее. Например, брат Нейтаникс может привлечь к своему поединку немало народу, но это будет разовая акция, так как в США бойцовские мероприятия за пределами UFC обычно не заканчиваются большим успехом. Конечно, можно привести в пример Белла Тор, но даже самое громкое их событие по сравнению с UFC попросту сосет. Ни один промоушен ММА, кроме UFC, не имеет успеха продажи Pay-Per-View. Но именно платные трансляции – это путь, по которому Нейт должен пойти, если захочет зарабатывать нормальные бабки со своего промоушена. Другие звезды ММА пытались пробиться только на одном своем имени. Даже Федор, самый сильный известный боец на планете, не смог добиться успеха в этом плане. Он был на пике популярности, дрался с бывшими чемпионами UFC. Но его максимальный рекорд по продаже Pay-Per-View был 175 тысяч. А теперь возьмем Нейта, сколько он продаст в одиночку. На турнире UFC 263 Нейт дрался против одного из самых малоинтересных бойцов на тот момент – Леона Эдвардса. Весь карт был обречен буквально на провал. Вы только посмотрите на это дерьмо. Нейт Диаз был единственной большой звездой в этом карте. Так вот, этот карт собрал тогда 600 тысяч Pay-Per-View. Но все-таки это был не только бой Диаза, а значит ценность этого обнуляется. В конечном итоге Нейту нужно найти спонсоров для своего промоушена, готовых вливать кучу денег. Опять же, все упирается в ебаные бабки. Ставь лайк, если тебе не знакома проблема с финансами, и ты на самом деле миллиардер, который смотрит мои видосы. Так вот, Нейту нужны спонсоры, но одного его имени для привлечения будет недостаточно. Нужен не менее именитый соперник. И как нельзя подходит Конор Макгрегор? Не говоря уже о том, что сам ирландец неоднократно говорил про трилогию. Нет сомнений, что их третий бой вызовет огромнейший ажиотаж. Но какова вероятность, что этот бой пройдет за пределами UFC? Для начала надо, чтобы Конор не был на контракте у организации, а по действующему контракту он должен еще два боя. И все мы знаем, как он важен для промоушена. Так что вряд ли у него стандартный пятилетний контракт. Также в интервью 2018 года он сообщил, что продлил контракт с UFC. Следовательно, даже при маловероятном сценарии, что у него стандартный контракт, срок его стечения еще не скоро. Ну и плюс ко всему, Конор явно не намерен уходить из UFC. Да, она Уайт скорее трахнет Аманду Нунис, чем допустит это. Да и сам Конор не дурак, чтобы отказаться от миллионов, которые ему с радостью отсыпят за любой бой. И Нейт, и Конор, я думаю, понимают, что их третий бой сможет достаточно продвинуть только UFC. Идеальный вариант для всех трех сторон было бы, если бы Нейт заключил эксклюзивный контракт на один бой. Специально ради боя с Макгрегором. Но если мы забудем про Конора, то есть такой вариант, как Джордж Сен-Пьер. Он подписывал контракт с UFC ради боя с Майклом Биспингом на UFC 217. Нет сомнений, что Нейт с радостью подрался бы с главным соперником своего брата и одним из величайших бойцов на планете. На самом деле, это неплохой вариант для Диаза, так как Сен-Пьер не связан контрактными обязательствами ни с одним промоушеном. Это позволит Нейту громко заявить о своем. Но технически Джордж Сен-Пьер уже на пенсии. Хотя он неоднократно допускал мысли проведения громкого боя за пределами UFC. Есть незаконченная история с Нансвидалем, наконец. Но нужно быть умственно отсталым, чтобы уйти из теплого насиженного места, где ты звезда и получаешь большие гонорары. Ведь у нас есть примеры бойцов, которые обладали громким именем, но так и не смогли обрести популярность за пределами UFC. Кажется, я повторяю одну и ту же мысль. Ну да ладно. Давайте отбросим ММА в сторону и подумаем, как же Нейту получить максимальные финансовые дивиденды от своей популярности. Джейк Пол подначивал Нейта уйти из UFC и обрести независимость. Помимо прочего, Джейк Пол обладает бешеной популярностью и уже имеет имя в боксе. С учетом того, что он подтверждал гипотетический бой с Нейтом, это может вполне произойти в скором будущем. Но сначала ему надо пройти Андерсона Сильву. И естественно, как и любой адекватный человек, я надеюсь, что Паук наконец покажет этому щенку, где его место, и покажет стиль старой школы. Но при этом в варианте возникает проблема для Нейта Диаза. Потому что если Джейк Пол проиграет, то о заинтересованности его боя с Нейтом не будет речи. Какие варианты в боксе у Нейта Диаза без Джейка Пола? На самом деле минимальные. То есть ему могут устроить бои, довольно-таки хорошие бои. Но до уровня популярности Нейта будет сложновато. Этот соперник будет далеко не того калибра. Нейт против боксера, которого мало кто слышал, гарантирует финансовую потерю и потерю популярности. Соответствовать уровню Нейта может, например, Канело. Но мы понимаем, что этот бой возможен при условии, только если я перестану говорить, что есть ссылка на донат в описании под видео, где вы можете поддержать мою работу финансово. Но помимо бокса есть разные виды спорта, где Диаза смогу принять участие. Джи Уу-Джитсу, кикбоксинг, бои на голых кулаках. Блин, только представьте его бой в Барнакле, против Майка Перри, например. Учитывая, как говорит Пейдж Ванзан, сколько ей заплатили, у них вполне есть деньги, чтобы заинтересовать Диаза. Но думаю, на данный момент Нейт счастлив и будет наслаждаться свободой и независимостью. Может быть, посоревнуется в других дисциплинах, но если он захочет громкий бой и большие деньги, то ему придется вернуться в UFC. Их третий бой с Коннором даже через пару лет будет продаваться, как горячие пирожки. Ну и сам Нейт на пресс-конференции после UFC 279 сказал, что еще вернется в UFC за титулом. Несмотря на тяжелые взаимоотношения с руководством, которое буквально собиралось убить его, устроив ему бой с Хамзатом, Нейт вполне может вернуться, пощупав и оценив все возможности, которые были для него недоступны, когда он находился в ростере UFC. Ну и напоследок, возможно, вариант, что Нейт пошлет все и всех нахуй, и попросту будет кайфовать. Но учитывая его менталитет воина, это, конечно, вряд ли. Плюс ко всему ему 37 лет, и времени зарабатывать и хайповать осталось у него не так уж и много. В общем, как я обычно говорю, поживем увидим. Свою версию будущего Нейт Айдиаса пишите в комментариях. Всем спасибо.